всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу показать вам свой вариант застолья и возможно вы поймете почему я не акцентирую внимание на застольях и они проходят для меня достаточно легко просто потому что блюда которые я готовлю на застолье если это готовлю я если застолье происходит у меня в доме они достаточно простыми и сегодня я покажу вам вариант моего застолья когда мы ну скажем так всей семьей без гостей сегодня у нас мы скажем так отмечаем день рождения отца моего мужа то есть моего свекра и ну так чисто в семейном кругу но все же это застолье она отличается от тех застолье когда ко мне приезжают какие-то друзья знакомые только наверное количеством еды в принципе меню она всегда у нас практически всегда одинаковая и чаще всего так как мы живем за городом а многие наши друзья и знакомые живут именно в черте города то когда к нам приезжают чаще всего все конечно хотят шашлыки какой-то барбекю или что-то наподобие того поэтому мясного у нас достаточно много всегда на столе ну в этот раз у нас из мясного будет только шашлык шашлык из свинины маринует его у меня всегда муж маринует у его он практически всегда у нас на вине ну и вообще жарят у нас всегда мужчины стандартно просто он нарезает мясо достаточно крупными кусками вырезая из мяса жир далее нарезает мелко лук и полукольцами лук все это складывается в кастрюльку и заливается вином далее соль перец накрывает и накрывает все это блюдцем и так остается шашлык у нас мариноваться ну где-то часа два-три и он получается кстати очень и очень вкусным также из постоянных блюд которые есть на нашем столе это салат оливье готовлю его я или моя мама и рецепт у нас всегда один и он не меняется потому что так у нас любят мужчины и только так и они его кушают никакой конечно же курицы там нету это стандартный вариант оливье нарезаю кубиками картошку картошки стараюсь класть мало далее колбаса обычная вареная тоже нарезается все кубиками стандартно мне кажется огурец свежий всегда у нас на оливье идет также нарезается кубиками но огурца у нас кстати достаточно много в салате оливье далее лук в этот раз перо иногда выберу и репчатый и четыре яичка горошек и майонез всегда сметанный майонез и я уже говорила что я обычно заменяю на сметаной мне кажется так но хоть как-то менее калорийным получается блюдо также мы я все время стараюсь приготовить какие-либо овощи это могут быть овощи на гриле это могут быть запеченные овощи это конечно же овощной салат или овощная нарезка в зависимости от того что находится на столе и в этот раз и а также чаще я готовила запеченные баклажаны кстати я готовлю обычно запить на стол запеченные баклажаны лодочки или запеченные фаршированные шампиньоны всегда стараюсь их выбирать большими ну и запекаю их в духовке в этот раз как я уже сказала это у меня баклажан я всегда обжариваю отварную курицу можно есть и с луком в это время лодочки разрезаны пополам у меня варятся в кастрюле далее натираю на терке сыр добавляю туда также два яичка все это хорошенечко перемешиваю дальше отварные остывшие баклажаны я вытаскиваю из них сердцевину формируя как бы лодочку но вытаскиваю не до конца чтобы немножко мякоти там осталось и и дальше все просто я смазываю противень маслом выкладываю баклажанчики и выкладываю туда начинку начинка в принципе может быть любая какая вам удобно вкусно может быть также с грибами и сверху вот эту яично сырную смесь я беру ее с яичком потому что так мне нравится она так получается вкуснее и и всю эту красоту я ставлю в духовку и вот так вот выглядит наш праздничный скажем так стол праздничная посиделка конечно же всегда есть нарезка колбасы различного мяско различного не стала сыр иногда кладется какие-то у меня соленья так как у меня мужчины любят крепкий алкоголь и конечно закуска для них важно но в этот раз мы пьем шампанское а дети конечно же сок и главное блюдо на нашем столе это всегда мясное как вы уже поняли это может быть не только шашлык это может быть пожаренное мясо это может быть ну на костре я имею ввиду да и это может быть еще и какие-то вот эти вот типа сосиски челапчичи да наподобие того это может быть курица это может быть шашлык из курицы это может быть просто стейками скажем так нарезана куриная грудка или и грудкой индейки это может быть рыба пожаренная да то есть чем больше людей тем больше у меня не снова а закуска в принципе по сути она одна и так даже у меня практически всегда меняется просто там я не знаю могу нафаршировать помидоры чем-то и так далее то есть в этот раз кстати у нас дедушка купил селедку под шубой в магазине окей я не знаю вообще таких продуктов в плане того чтобы покупать и где-то по мне так лучше сделать но что-то нашему дедушке очень захотелось поэтому он приобрел и и в принципе я не вижу в этом ничего плохого и кстати салат был достаточно вкусным опять же я накладываю себе на тарелку еду всегда дома я в гостях я вот так вот выглядит моя тарелка то есть всего в принципе по чуть-чуть больше всего у меня конечно же всегда овощей и я могу наполнить свою тарелку второй раз на самом деле такое бывает достаточно редко но все же бывает и я употребляю конечно же алкоголь шампанское это вообще тот алкоголь который я очень сильно люблю и в этот раз я выпила три бокала шампанского что для меня конечно не является нормы обычно это два потому что после двух бокалов то есть если больше двух бокалов я выпиваю я уже говорила мне очень хочется сразу есть я себе обязательно что-то подкладываю но в этот раз кстати так не произошло было три бокала и вот два раза я наполнила свою тарелку в принципе мне кажется этого достаточно и на застольях это достаточно немного и насчет майонезных салатов я так как у нас много мясного и у нас в основном идет закуска к мясу то майонезных салатов на самом деле на столе очень мало всегда салат оливье потому что любят его и также дети и в принципе может быть еще какой-то но максимум один не за максимум два салата и на этом все поэтому всегда я стараюсь на если я готовлю стол скажем так не прихожу кому-то в гости я всегда стараюсь положить какие-то овощи запеченные или свежие то есть я думаю с этим уже понятно поэтому для меня застолье проходит в принципе достаточно легко это ну просто такой чуть более калорийный ужин он может быть единственное что позднее чем я привыкла кушать но я могу сказать также что в этот день когда у нас застолье я стараюсь практически не кушать завтра к сожалению я вам не сняла потому что просто забыла но я думаю вы мне поверите на слово у меня была яичница с одной сосиской без хлеба и кофе потом я просто перекусила еще раз налила себе кофе и съела одну конфетку кофе с молоком и одна конфетка вкусно у меня всегда одна кружка одна конфетка и чтобы насладиться конфеткой чтобы одной хватило я вот так по чуть-чуть откусываю и кладу откусываю кладу это был скажем так мой обед и все больше за день кроме вот самого застолья скажем так ужина я больше ничего не ела и на следующий день я обычно всегда уже не позволяю себе сладкое я не позволяю себе не знаю каких-то вкусняшек и так далее чтобы вес был стабильным вот а насчет алкоголя я также уже говорила что крепкий алкоголь я не пью только вот что-то легкое вино шампанское да но бывает и я не вижу здесь ничего плохого я надеюсь вам понравилось такого рода видео оно было для вам для вас полезным и интересным обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх если понравилось пальчики вниз если не понравилось оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч а